Всем привет! С вами Давим без границ. И сегодня у нас будет обзор на сухой костюм Борре, модель Guardian Pro Dry. Предвосхищая все кучу вопросов, которые нам обычно пишут в комментариях, зачем же нам сухари в Египте, объясняем. Ну, наверное, первое, если вам не нужен... Почему вам, может быть, не нужен сухарь, если у вас собственный слой биопрена достаточный. Второе, вы, наверное, никогда не ныряли в Египте дней 7 или 10 подряд в феврале. И третье, наверное, у вас еще... Ну, либо вы еще совсем новичок, либо у вас какие-то проблемы с плавучестью. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Сухари, наверное, нужны у нас всем, если вы ныряете не только на Мальдивах. И поэтому, собственно, поговорим сегодня о нем. Данная модель костюма изготовлена из неопрена толщиной 2 мм. Это прессованный неопрен, краш-неопрен. В принципе, я бы другой не стала никому рекомендовать. Это японская фирма Yamamoto. Считается, что этот неопрен достаточно плотный и в то же время достаточно эластичный. В принципе, по использованию могу сказать, что да, соответствует, так и есть. Швы здесь сделаны по технологии такой, что они как бы склеены между собой на стыке. И с двух сторон усилены лентой. То есть, они проклеены и снаружи, и изнутри. Итак, костюм в использовании был уже практически полгода, может быть, даже чуть больше. Использовала я его практически каждый день. Поэтому, думаю, стоит уже сделать какие-то выводы. Есть плюсы, есть минусы. И сейчас более подробно о них поговорим. Значит, изначально размер был заявлен как XS на рост где-то 161-166 и на весы 45-57 килограмм. Вот здесь вот есть небольшое расхождение по росту, я бы сказала, потому что мой рост, наверное, 163 где-то. А этот костюм, я думаю, подойдет даже на человека под рост под 175. Вот здесь вот на видео даже видно, то есть, он такой хорошо с кладочками по мне идет. Но в этом есть один небольшой плюс. То есть, если вы его будете использовать в техно-дайминге, то до вентилей можно будет очень удобно дотянуться. В комплект входит также сумка. Очень хорошая, кстати, сумка. И смазка для молнии. Плюс тальк в таком вот удобном достаточно мешочке. Не рассыпается. Пользоваться очень даже удобно. Значит, молния у этого костюма необычная, не Тизип, вернее, да, к которой мы привыкли все. Здесь молния немножко другая, Юки Кей. В принципе, тоже такая же плоская. Мне, в принципе, я не вижу особой разницы. У меня перед этим был костюм с Тизип. Такая же, в принципе. И эта хорошая, и та хорошая. Манжеты. На руках в данной модели костюмы манжеты латексные. В принципе, я немножечко была так скептически настроена. Думала, что месяц-два сейчас попользуюсь с ними. Они у меня порвутся. Выкину их, поставлю неопреновые. Увы. Ну, вернее, не увы, а даже. К моему удивлению, они не порвались. Достаточно хороший, плотный латекс. То есть, он одновременно и эластичный, и с другой стороны плотный. Ну, у девочек есть проблемы. То есть, мы там ногтями часто задеваем. И, в принципе, я не скажу, что я прям очень сильно аккуратно обращаюсь с манжетами. Но, тем не менее, вот полгода такого достаточно плотного использования не порвались. А шейная манжета здесь идет неопреновая. Ну, что очень удобно. Во-первых, она теплая. И, во-вторых, конечно, она в плане того, что даже ее, если немножечко задеть и надорвать, то она не порвется полностью вот так вот, вот как это обычно бывает в латексных манжетах. То есть, мне очень нравится. Наколенники здесь из кевлара. Достаточно, ну, такие мощные, можно сказать. И износостойкие. В принципе, здесь тоже однозначный плюс. Следующее. Боты. Здесь идет, ну, костюм с ботинком вместе. И ботинок здесь достаточно такой легкий. Что тоже, я бы сказала, в плюс этому костюму. Потому что все-таки вес имеет значение. На ботинке есть вот такая вот, как липучечка, которой можно затягивать его больше-меньше. Ну, я ее не пользуюсь, как бы, в принципе. Не знаю, может быть, кому-то она и нужна будет. Мне нет. В данном костюме в базовой комплектации не идут подтяжки. Но петли под них есть. Поэтому, если можно их, если хотите, можно докупить, поставить. Я, в принципе, попробовала пользоваться там без подтяжек. Мне, в принципе, они оказались особо не нужны. Поэтому, ну, как-то вот так. Дальше. Что касается... Что надевать под костюм. В принципе, ну, да, у нас вода, конечно, не очень холодная. Минимум это где-то 22. И я ныряю, например, в термобелье. То есть, я для зимы беру более теплое термобелье. Для лета там вообще простую какую-то совсем тоненькую маечку-термушку. Мне этого достаточно. То есть, я не мучаюсь тут ни с какими там поддемами специально. Ничего не покупаю. Деньги на это особо не тратится. То есть, ну, это, естественно, только для теплой воды. Если вы будете нырять где-то в холодной воде, конечно же, вам придется покупать что-то поплотнее. Ну, кстати, я была очень удивлена. Потому что здесь заявленная толщина всего лишь 2 миллиметра. Думала, буду мерзнуть совсем. Нет, оказалось, что нет. Достаточно тепло в этом костюме. Что касается кроя. Мне, в принципе, показался он достаточно удобным. Не могу... Я просто не видела мужского такого же костюма. Ну, как по мне... То есть, не то, чтобы прям ярко выраженный какой-то женский крой. Но, тем не менее, все есть. Все, что нужно, здесь есть. В принципе, достаточно удобно. И особо нигде таких вот прям складок у меня не наблюдается. Вот. А вот что касается цвета. Ну, здесь немножечко это такая как бы претензия. Уже достаточно много цветов неопрена существует. Поэтому мне непонятно, почему до сих пор все производители стараются использовать черный-черный, только черный. Но вот здесь еще добавили какие-то серые вставки. Повторяю, костюм женский. Ну, это такая, конечно, придирочка. Ну, и теперь не ложка, а, наверное, бочка дегтя. Клапан Сетэч. С самого начала у меня было немножечко такое настороженное отношение. До этого у меня был костюм с клапаном Апекс. Значит, даже вот если посмотреть, сравнить, я здесь уже переставила. Видно, насколько один клапан выше другого. То есть, это очень неудобно, когда вы его надеваете. Задевается постоянно вот это вот. Ну, и в плане надежности. То есть, не зря мы его уже сняли, переставили. Я его использовала, наверное, месяца четыре. И он вышел из строя. Причем не только у меня. У Владимира получается точно такая же история. Примерно в это же время. Возможно, это партия такая бракованная. Но, в принципе, о клапанах Сетэч я и до этого ничего хорошего не слышала. Ну, и вот, как бы так. Что произошло дальше? То есть, мы связались с дилером. Он связался с Борре. И поначалу реакция была нулевая. Хотя костюм до сих пор на гарантии. После того, как мы им сказали, что запишем видео на эту тему. Ребята что-то там ответили насчет того, что клапан-то подтянуть немного надо. Ну, как бы, камон. То есть, что уж подтянуть и что нужно подтянуть. Мы как бы разобрались бы и сами без их подсказок. Ну, тем не менее, то есть, ситуация никак не разрешилась. То есть, ну что ж, товарищи Борре, вам большой минус. К сожалению, вот как-то вот так. Я понимаю, что не они сами производители этих клапанов. Ну, как бы, раз они их используют в своих костюмах. Костюм-то в целом очень хороший. А вот такой вот жирный минус. То есть, сразу получается, что берем костюм, меняем клапан. Ну, это как-то не очень интересно. Ну, если подвести итоги, значит, начнем с плюсов. Однозначный плюс – это вес. Даже учитывая то, что вот этот вот конкретный вот этот вот костюм, он оказался достаточно большой на меня по росту. Но он оказался по весу гораздо меньше того костюма, который я использовала до этого. Ну, он был тоже из прессована неопрена. Меньше по росту. То есть, он мне там по росту был практически впритык. И я была очень приятно удивлена. То есть, он достаточно легкий. С ним даже можно путешествовать. Ну, и плюсом, конечно, сыграло, что здесь боты, конечно, облегченные. Может быть, из-за этого. Ну, это удобно. Второй плюс – это хорошая молния пластиковая. И здесь вот стоит вот такая вот защита. Ну, как бы она не отдельный кусок ткани сверху прилепленный, как это обычно бывает. И он там вечно обтрепывается. А вот сделано вот на видео. Мы покажем, как. Достаточно удобно. Единственный момент, может быть, не очень удобно эту молнию самостоятельно мыть. Для этого понадобится кто-то еще. Ну, как бы, я думаю, вы не всегда в одиночку ныряете. Второй плюс, ну, наверное, уже можно сказать, что он достаточно надежный. Потому что за полгода непрерывного использования ни одного отказа. В плане у меня ни один шов потек, ни потек, ничего. То есть, опять же, манжеты качество меня порадовало. Тоже, то есть, обычно у меня манжеты летят раньше. И шейные, и на руках манжеты. Вот. И теперь о минусах. Ну, единственный большой жирный минус, конечно, это клапан сететч. Клапан сброса имеется в виду на руке, который. То есть, вот, ну, не знаю. То есть, стоит ли покупать этот костюм за цену, за такую цену, и менять клапан? Ну, либо, может быть, кому-то повезет, и у вас будет нормальная партия. Ну, хотя, опять же, я повторюсь, что я ничего, ни от кого хорошего про эти клапана не слышал. И теперь про цену. Значит, рекомендованная цена этого костюма 1820 евро. У дилеров вы можете его взять со скидкой, наверное, примерно там 1600. И вот тут вот можно задуматься. Например, перед ним я использовала Аквалунг Blizzard Pro. Его сейчас можно купить дешевле. Пользовалась я им 10 лет. Ну, то есть, в таком жестком режиме. То есть, я в мокрике очень мало ныряю, только летом там 2-3 месяца буквально. Вот. И, ну, как бы, там стоит клапан Апекс, выводы напрашиваются сами собой. То есть, возможно, вам повезет. Во всем остальном, как бы, костюм мне нравится, я бы рекомендовала покупать. Но за эту цену и с таким клапаном, скорее, нет. Ну, и в заключении хочется сказать, вернее, пожелать производителям, чтобы они все-таки поддерживали обратную связь с потребителями и не игнорили какие-то выявленные недостатки, тем более, когда костюм еще на гарантии. Ну, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пишите, звоните и приезжайте к нам нырять.